Друзья, приветствуем вас на канале The Dramp Club Show. Сергей Карлович, Андрей Геннадьевич. Сегодня специально для вас подготовили небольшой такой анонс наших будущих выпусков, которые мы хотели бы в ближайшее время начать, отснять и хотели бы о них рассказать. Прежде всего хотим сказать о том, что мы придумали одну такую интересную мульку. Сейчас Андрей Геннадьевич вам поподробнее расскажет про это, в чем она заключается. Это будет рубрика отдельная Degustation. Отдельная от Craft Beer Club, отдельная от всего YouTube. Отдельная от всего YouTube, но не отдельно от нашего канала. Отдельно от нашего канала, да. Сергей Карлович передает слово мне. И мулька заключается в следующем. Это пока название, к сожалению, мы не придумали, но это все процесс. Самое главное, мы придумали содержание. Содержание. Содержание будет следующее. Мы пойдем в магазин, возьмем пиво, ну как обычно. В общем, ничего нового. Да, как это мы делаем в принципе каждый день. Но это будет не Degustation. И это будет далеко не Craft Beer Club. Мы будем, как вам объяснить поподробнее, мы возьмем пиво разной ценовой категории. Предположим, пиво за 40 рублей, пиво за 90 рублей, пиво за 200 рублей. Принесем его домой. Наши, так сказать, менеджеры, секьюрити и операторы это все дело нам подготовят, все разольют по стаканам. Стаканы предварительно пронумеруют. Пронумеруют, например, на 3 стакана. Первый стакан, второй стакан, третий стакан. В первый стакан, например, нальют пиво за 200 рублей. Во второй стакан нальют пиво за 50 рублей. И в третий стакан нальют пиво за 90 рублей. Ну и мы, соответственно, Сергея Карловича, может быть, будет бухалочек. Может быть, будет. Вполне возможно. Да, точно. Будем пытаться угадать дороговизну данного напитка. Но также есть и вторая идея. Угадать сорт данного напитка и даже, возможно, название этого напитка. Ну, сорт, наверное, скорее всего, вы сможете угадать, потому что от цвета у лагеря и темного пива уж явно отличие мы как-то найдем. Или не фильтрованного. А вот название данного пива угадать будет достаточно тяжело. Достаточно тяжело, но мы, опять же, хотим использовать, по крайней мере, по первости, какие-то популярные сорта пива. То есть не лезть в какие-то дебри. Нет, это все очень просто. Там Степан Разин, Хайникин, Балтику. Да, что такое популярное, что знают все. Что можно купить в любом, в принципе, магазине. Ну и также хотелось бы анонсировать те выпуски программы Degustration, которые тоже никуда не денутся. И они будут выходить на нашем канале The Grand Club Show. Но это уже, скорее всего, на будущем, после Нового года, на момент данной съемки. Сегодня уже 27 декабря. 27 декабря. Сегодня уже практически канун Нового года. И уже после новогодних праздников, скорее всего, на нашем канале будут доступны выпуски, которые будут посвящены пиву из ритейлеров. Поясним, Александр Геннадьевич, что это значит. Это значит, что есть всевозможные магазины, сетевики. Океи, Лента, Ашан, Перекресток, Азбука Вкуса и прочее. В которых есть свои сорта пива, которые отдельные от всех прочих. Имеют какой-то собственный лейбл, там, 365, каждый день даже есть пиво, лента. Да, вот каждый день, особенно, мне кажется, неплохо. Пиво на каждый день. На каждый день, да. И хотим, в принципе, сравнить, потому что и цена их отличается достаточно. То есть, бывает вот это пиво от ритейлеров за 29 рублей, как это в случае с 365 из ленты. А бывает пиво, которое стоит больше сотки, как это в случае с Азбука Вкуса. Ну, оно, кстати, голландское. Забежим немножко вперед. И поэтому тоже хотим посмотреть на него, хотим попробовать и вообще какое-то свое мнение. Ну, и оценки, как обычно. В рубрике дегустейшн. В рубрике дегустейшн, да. Вот. Ну и второе, что, Андрей Иванович? Второе, это пиво бывших стран советского доблестного союза нашего. Yes. Это будет Украина, Белоруссия, всем уже известная, Армения, Литва, Латвия. Грузия, Грузия обязательно 26. Ну, Россию, я думаю, тоже, в принципе, не столько. Ну, Россию что-то возьмем. Ну, страны Балтии, опять же, да, 2, обязательно. Латвия, если получится, потому что не так легко найти и тяжеловатый. Тяжеловато. Ну, и Эстония, конечно, да. Эстонское пиво у нас навалом всякого разного. Вот, поэтому тоже, в принципе, хочется понять, может быть, какие-то приоритеты, что ли, да, где пиво делают лучший мир постсоветских. На самом деле, ты стал сейчас говорить, большое отступление можно, где же пиво какое-то стало эстонское. Эстонское. Тяжело найти? Эстонское легко найти. Нет, такое, Латвию, Латвию. Он говорит, тяжело найти, вы украинское пиво начали найти. Латвия, хуй с ним. В Латвию можно съездить, слава, в Украину я не поеду, глядя, в пизду. Я тоже. Так что... Ну, там уже придумаем, это, так сказать, ближе к делу. Ближе к делу, да. Потому что сейчас реально уже, наверное, выпусков никаких особо не будет в ближайшее время, кроме вот данного, который, я думаю, что выйдет, скорее всего, за Новый год, все-таки. Постараемся. Ну, постараемся. Вот, еще раз напоминаем, друзья, что все выпуски мы анонсируем в нашем инстаграме. Недран Клаб Шоу маленькими, латинскими, без пробелов. Да, это лично Сергей Карлович, потому что он злится, что вы, суки, не подписываетесь. Постоянно, блин, только подписываются. Уже скоро в минуточечек пойдет. Вот, также хотелось бы немножко анонсировать, ну, что анонсировать, по Крафт Бирклабу, наверное. Да, по Крафт Бирклабу. Последнее мы ставили вот это вот малиновое, как там, Бреви, Брюферм. Брюферм, малиновый. Брюферм, да. Да, но его тоже уже попробовали, выпуск, соответственно, можете посмотреть на нашем канале. Ну, и еще в качестве предложения, Андрей Геннадьевич, попробовать это пиво как-то еще раз, да, после истечения какого-то времени определенного. После новогодних праздников, наверное, уже там. Может быть, месяц, да, пройдет, и мы все-таки небольшой такой, 5-минутный буквально выпуск снимем по поводу того, лучше оно стало, хуже, крепче, или... Ну, конечно, интересно, что смотреть. Да, вот. Такие, значит, наши ближайшие планы на канале The Drunk Club Show, да, смотрите нас обязательно. Да, а также мы обязательно насчет летсплея поговорим. Это уже вотчина Андрея Геннадьевича полностью. Да, насчет летсплея, значит, мы, короче, на The Drunk Club Show отказываем от летсплея, хотя он висит в шапке и есть в описании, но летсплея там до сих пор и не было, хотя полгода уже, ну, чуть меньше прошло. Да. Вот. Я-то его по одной простой причине, потому что нехуй лезть... В чужой мангал со своим шашлыком. В чужой мангал со своим шашлыком, да. Хотел сказать про камни, но тут мне подвернулся наш шашлык. Вот, поэтому сделаем отдельный канал на тему летсплеев. Геннадьевич Плей будет называться. Геннадьевич Плей, да, вполне неплохо. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Заходите, смотрите, будет интересно. Будем снимать, кстати, с четвертой PlayStation, не с ПК, как это делают все. Может, там будет не так много видео, как на некоторых других каналах, может, не так интересно, но это будет такой дочерний канал The Drunk Club Show просто вот. Поэтому туда тоже подписывайтесь, там тоже комментируйте, там будут группы свои ВКонтакте, и Инстаграма не будет, потому что для ЛТП канала Инстаграма... Ну да, это, конечно, не очень нужно, да. Вот. Все, друзья мои, смотрите The Drunk Club Show. Андрей Геннадьевич, Сергей Карлович всегда с вами. Пишите, звоните, подписывайтесь. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok